Всем привет, жертва маркетинга! Бич-пакеты в формате супов, причем в прямом смысле это пакет, ребята. В разделе, где всякие дошики, роллтоны, мне выбрался эта штука. 30-35 рублей, как я понял, стоит, и это суп. Это суп, например, лагман, например, харчо или, например, куриный. Впечатляющие надписи с настоящим мясом. 4 порции. Супер суп. Лагман 100%, написано здесь 100%, но не состав, а вкусно. Мелким шрифтом написано вкусно. Мы это, конечно, проверим, но я не надеюсь на состав. Что я могу получить за 30 рублей? Ну, естественно, глутамат всякий ароматизатор. Давайте посмотрим. Концентрат пищевой, первое, первое обеденное блюдо. Суп харчо по-кавказски. Не знаю, что ребята с Кавказа на это что-то скажут. Так, что составим? Рис, соль, лук, сушеный паста, томатная морковь. Ароматизатор харчо? Есть такой ароматизатор здесь? Масло растительное, ну, скажем, ваш говяжий сушеный. То есть, тут все просто сушеное. Зелень петрушки, порошок, раститель, сахарный колер, хрен бы с ним. Лимонная кислота, экстракт перца черного, красного, ребята. Способ приготовления. Ладно, а кто это изготавливает, интересно? А, русский продукт, во, нашел. Ну, я думаю, что примерный состав и у куриного тот же самый, да, будет. Ну, да, тут макаронные изделия, бла-бла-бла. Ну, слушай, кстати, нормальный состав. Ну, понятно, добавка курица, смотри, да. То есть, ароматизатор они используют. Тут без базара. Я бы не сказал, что меня состав шокирует. То есть, тут, походу, все действительно высунуло. Мы сейчас посмотрим. И из того, что как бы, ну, типа, люди не любят. Хотя, я не знаю, для меня усилитель вкуса это не проблема. Ароматизаторы, ну, может быть. Но тут, по сути, один ароматизатор. Сахарный колер тоже это не проблема. То есть, есть аромочка и есть усилитель вкуса дрожжевой экстракт. Вот и все, чего как бы стоит, ну, точнее, не стоит. Я настаиваю, что не стоит бояться химии. Я настаиваю на том, что надо относиться разумно к ней. Вот. Но, ну, скажем так, если вы смотрите телек, то вам говорят, что вот это не очень хорошо. Если смотрите мой канал, то я вам говорю, что это тоже не очень хорошо. Ну, просто разумно надо как-то кушать. Ладно. Давайте посмотрим, что внутри. Приготовим уже эти чудесные 4, ребят, 12, 12 порций супа. Я достал ножницы. Они нужны здесь, ножницы. Тут есть специальный надрез. А, ну. Ты посмотри. Это что у нас? Ух, запах пошел, кстати. Слушай, такой запах бульонного кубика. Это у нас харчо. А смотри, правда, сушеное мясо. То есть, там действительно куски мяса сухого. Я не представляю, что будет, когда это разварится, как это все будет выглядеть. Но, тем не менее. И это куриный суп. Так, там еще осталось всякое. Ну, что, лапшичка. Курицы я тут не вижу. Здесь я вижу действительно куски мяса. Рис. Причем тоже как будто высушенный, судя по размеру. Ну, и тут тоже лапшичка плоская на этот раз. Специи, зелень всякая. Ну, я опять-таки не сказал бы, что меня это как-то шокирует. Давай заварим чудо. В инструкции написано, что я должен это все сложить в кастрюлю. Вот у меня здесь две, правда, кастрюльки. У меня, к сожалению, больше нет. Вот. И залить это литром воды. Горячей. Я заливаю литр воды. Так, сюда литр. И сюда литрушечка ушла. Вот так вот. И теперь мне надо при перемешивании довести до кипения. Давайте-ка при перемешивании будем доводить до кипения. Все как положено. Третий супчик тоже сейчас сварим, не переживайте. Слушай, ну, становится похоже на суп. Сейчас, я так понимаю, все разойдется. Там вот эта всякая курица, да, что там есть. Макарошки. И станет это как-то действительно похоже на суп. Ну, и лагманчик тоже нашли мы для него. Сотейник. Лагманчик пошел тоже кашевариться. Первое у нас это куриная лапша. Смотри, ну, все разварилось и стало как-то более-менее похоже на суп. Давай лупанем. Прямо сразу. Оп. Вот здесь вот мы будем пробовать лапшичку. Я не вижу там каких-то ярко выраженных кусков мяса. Но, по-моему, тут и не обещали прям мясо. Хотя нет, написано с настоящим мясом. И вот здесь вот прям такой шмат непонятный. Как будто это мидия какая-то или кусок семги лежит. Не похоже это на курицу. Но в целом плюс-минус, да, кроме этого куска мяса. Похоже на правду. Так, это у нас харчо. Запах, кстати, вполне ничего такой. На удивление. Ну, ароматизатор харчо. Такой не наваристый, но пойдет. Ну, и лагманчик пошел. Слушай, ну, действительно подразварилось. То есть, если сначала это было довольно жидко, сейчас это стало уже там, ну, как бы нормальная пропорция воды. И всякого такого. Давай все это пробовать, смотри. Супы из пакетов, офигеть. Я вот в харчо пытаюсь найти куски мяса. Ну, действительно, вот смотри. То есть, тут, ну, не сказать, что куски мяса, да. Ну, вот маленькие кусочки, которые были совсем маленькие. Сейчас немножко развалились. И они даже как-то... Да нет, толком и не найдешь. Блин, запах баранины идет, офигеть. Вот, видишь, вот это вот мясо. Барашка. То есть, это не похоже на соевое какое-то мясо. Действительно похоже на мясо. Высушенное мясо. В лагмане также должно быть мясо. Его видно чуть хуже. Нет, вот. То же самое, прям, ну, мне кажется, одни и те же кусочки мяса. Как они вот так мелко нарезают? Вот оно. Кусманчик мяса такой. Похоже, что это фарш как будто. Вообще, моя жизнь сложилась так, что я, наверное, ну, ни разу, наверное, в жизни не ел суп вот из пакетов. Какие-то вот такие концентраты. Поэтому мне сложно с чем-то сравнивать. То есть, я буду сравнивать, грубо говоря, просто, ну, просто с супом, понимая, что это чертовский компромисс. То есть, понятно, что детей, наверное, постоянно ты этим кормить не будешь. Ну, давай, ладно. У нас первый лагман. Пахнет. Ну, пахнет. Чем-то пахнет. Даже какая-то зеленушка что-то там похрустывает. Лапшичка сварилась. Слушай, ну, ну, я думал, будет вообще полная шляпа, если честно. Я рассчитывал этот ролик как такой, немножко бомбящий. Так, окей, подожди. Подожди. Давай харчо. У харчо действительно запах прям бараниный. Я понимаю, что это, скорее всего, вот ароматизатор, то есть запах харчо, но он отличается от харчо, которое мы готовим дома. Я не знаю, это какой-то другой запах. Вообще мало чем отличаются эти два супа, за исключением того, что в харчо рис, а тут лапша. А так по вкусу они, в принципе, идентичны абсолютно. Я пока не буду говорить ничего про вкус, подождите. Сейчас поговорим, я хочу все попробовать. И куриная лапшичка. Ну, здесь вообще не должно быть никаких, наверное, ожиданий. Это просто куриная лапша, но причем довольно густой такой суп получился. Не пойму, кусков курицы, ничего нет такого. Так, короче, я могу сейчас подвести итог. Для меня он будет немножко удивительный, потому что я ожидал других эмоций. За 15 минут мы приготовили с вами, я не знаю, ну 4, ну, наверное, да, небольших 4 порции. Мы залили литр воды по 250 миллилитров плюс 70 граммов самого продукта. То есть здесь 70 граммов насыпано. Итого 1,7 кг плюс выпарилось. Ну, килограмм по 250 граммов на человека. Да, приблизительно получается порция. 10-15 минут. Я просто еще раз состав читаю. Макароны, соль, овощи зеленые, сушеные, петрушка, укроп, лук, зеленый, чеснок, комплексная пищевая добавка, курица. Ну, аромочка, понятно. Мясо куриное высушенное. Вот мясо куриного высушенного я не увидел вообще, но те... Ну, короче, тем не менее, я как бы не профессионал в бич-пакетах, но у меня вот по вкусу, по вкусу облома нет. Повторюсь, я бы не стал, я бы не стал, наверное, кормить, ну, точнее, точно я не стал бы кормить этим детей, но, пожалуй, пожалуй, вот так вот на крайняк самому, да, я бы употребил. Ну, то есть, по вкусу это довольно сносно, то есть, я бы не сказал, что это, ну, то есть, прям очень ярко выраженный куриный суп, офигенный харчо, офигенный лагман и все, но... Какие-то супы, они, в принципе, объединены каким-то одним вкусом, таким единым, и я бы не сказал, что плохим. То есть, чувствуется и кислинка, чувствуется вот ароматизатор этот, понимаешь, который и там, и там, и там, и там. Чувствуется даже, я удивляюсь, но вот какой-то мясной привкус в каждом из этих супов. То есть, здесь чувствуется куриный, как бы, бульончик, я понимаю, что он с аромочкой. Здесь чувствуется, как бы, баранина-говядина, видимо, что-то такое, ну, как бы, по факту это действительно съедобный и весьма нормальный по вкусу продукт. Насчет натуральности, каждый сам для себя, конечно, всегда будет решать. Опять-таки, повторюсь, для себя я, пожалуй, не вижу это у себя на кухне, вот. Но если выбирать, вот опять-таки, да, сравнить, допустим, там, тот же доширак, я уважительно отношу их к дошираку. Нормальный такой перекусик, быстренький, когда вот совсем нечего поесть. Плюс это вообще, конечно, лакшери, потому что иногда доширак хочется просто тупо, потому что хочется доширак. Вот, я не знаю, согласятся со мной многие или нет, но есть такие ощущения, что иногда просто тупо хочется дошика, вот, или роллтона какого-нибудь. Вот. И все-таки в дошике прям чувствуется такая концентрация вот порошка вот этого усилителя вкуса. Тут как бы, учитывая, что это разбавлено водой, ну, по сути, наверное, это приблизительно то же самое, да, ощущение чуть меньше химозности какой-то. Фиг знает, может, кто-то ел за трицарик, вот это брал, я первый раз увидел в магазе в Перекрестке 30 или 35 рублей, что ли, заплатил за каждый пакет. Вот. Ну, за 35 рублей литр вот такой штуки съесть, ну, фиг знает. Где, в принципе, по большому счету травка, лапшичка, там, овощи какие-то, ну, то есть их видно здесь. Ну, не знаю, в общем, серьезно, от себя вот по вкусу, по удобству приготовления я даже поставлю, наверное, четверку, четверку поставлю этим супчиком. Однако для себя я исключаю употребление таких супчиков, учитывая ароматизаторы и всякие усилители вкуса, потому что у меня дети, я не стал бы. Ну, вот, если бы я где-то был, и у меня был бы кипяточек, и возможность поварить 15 минут, я бы, может быть, даже и поварил. В общем, на самом деле годно, все, я, я сказал это, я сказал это, на самом деле годно, есть можно, ребят. Жимашечка заканчивается, вот такие у нас сегодня продукты, супер суп, как это все называется, с настоящим мясом, которого не так много, все-таки, давайте признаем. И от картинки это капец как отличается, да, то есть тут куски мяса, что надо, но, тем не менее, это съедобно. Спасибо, что посмотрели, ставьте лайки, предлагайте в комментариях, что еще можно в эту рубрику засунуть, что показать, что интересное вам попадается. Я от вас жду информации, серьезно, без вас не буду снимать эту рубрику, поняли? Это не угроза, это предупреждение. Всем пока. Не, Масик, ну че, блин, реально, попробуешь сейчас? Ну, я думаю, будет вообще шляпа, ну, такое, типа, ну, как, не знаю. Вот самый вкусный, кстати, наверное, Лагман реально получился, вот из этих всех трех. Лагман реально получился, вот из этих трех.